Почти на 72 миллиона рублей будет увеличено в текущем году финансирование государственной программы здравоохранения Тверской области. Эти средства поступят из федерального бюджета и пойдут на обеспечение лекарствами развития палеотивной медицины и приобретение модульных ФАПов и многие другие цели. В частности, увеличен объем средств на проведение капитальных ремонтов в Бежицкой и Калининской ЦРБ, ОКБ, Тверских клиниках номер 6 и 7, а также на закупку 30 единиц оборудования для медицинских организаций. Особо стоит отметить строительство новой областной детской больницы. Реализуя поручения президента, из федерального бюджета были выделены средства на строительство детской областной клинической больницы. Период строительства предусматривается в течение трех лет с 2020 по 2022 годы и на данный объект будет выделено 6 миллиардов рублей. В рамках реализации национального проекта здравоохранения во властном бюджете на 2020 и 2022 годы также предусмотрены средства на развитие региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, на приобретение оборудования для областного онкологического диспансера, на укрепление материально-технической базы и ремонт медучреждений, а также на приобретение машин скорой медицинской помощи. Их будут закупать по 16 единиц ежегодно. Мы видим, что есть улучшения по соблюдению сроков прибытия к пациентам, но все равно мы, конечно, считаем, что недостаточно сегодня наша система эффективно функционирует, поэтому в ближайшее время будет скорректирована программа и добавлены необходимые средства уже на текущий год. Всего для реализации национальных проектов, инициированных президентом России Владимиром Путиным, в регион привлечены колоссальные финансовые ресурсы. В ближайшую трехлетку на эти цели в Верхней Волже выделяется свыше 36,5 миллиардов рублей, и здравоохранение – один из самых ключевых средних проектов.